28 февраля в Туапсе прошла открытая сессия Совета депутатов, где глава города Владимир Зверев отчитался по итогам работы 2018 года. Результаты деятельности городской власти оценили жители, общественники, представители предприятий и учреждений. На встрече также были руководители Туапсинского района Анатолий Русин и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус. В 2018-й первый год работы Владимира Зверева в должности главы Туапсе. Он был насыщен важными событиями. Согласно отчету, свыше 520 миллионов бюджетных рублей потрачены на 14 муниципальных программ. Кроме того, город участвовал в шести краевых и двух федеральных программах. Реализуется проект города воинской славы Туапсе «Новый облик». Построены новые детские спортивные площадки, отремонтированы около двух километров дорог. Важной темой остаются вопросы ЖКХ и конкретно газификации. В этом направлении мы проводим активную работу с населением. В 2018 году к природному газу подключилось 1090 квартир на квартирные зоны в домах. Сейчас у нас осталось три района города, где отсутствует сеть. Это микрорайон Барсово-Щель, улица Весения и часть Грознегки. Серьезным испытанием стало наводнение в октябре 2018 года. Последний раз подобная стихия обрушивалась на город около 20 лет назад. По словам мэра, объекты инфраструктуры понесли колоссальный ущерб. Но сейчас восстановление завершено. Важную роль в этом сыграла помощь администрации региона и всей страны. Это как-то так жителей успокоило. Жители почувствовали уверенность, что мы можем преодолевать эти все трудности. Ну а уже вот этот год мы рассчитываем, что он будет положительным в плане конкретных действий. Мы сделаем много автомобильных дорог. Мы закончим проектирование спортивного комплекса. Это будет лучший спортивный комплекс, скромно скажу, на побережье. О перспективных объектах строительства в своем выступлении говорит и депутат ЗСК Александр Джеус. Он отмечает, что Туапсе входит в пятерку важнейших городов Кубани, но не имеет собственного спорткомплекса. И наряду с решением вопросов инфраструктуры, социального потенциала и ЖКХ, следует обеспечить местных спортсменов качественной базой. На этом будущем будут направлены средства из депутатского фонда. Очень сложно с землей в городе Туапсе, но сейчас земля выделена. Проект сделан и сдан на экспертизу, главгос-экспертизу. После ее получения совместно будем решать вопросы, связанные с финансированием этого объекта. Но на ориентировочное больше 240 миллионов стоит. От положения дел в Туапсе зависит стабильность во всем муниципалитете. Итоги отчета подводит глава района Анатолий Русин. Работу Владимира Зверева и его команды по итогам прошедшего года депутаты городского совета признают удовлетворительной. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин, Алексей Гордеев. Телеканал Орленок ТВ.